всем привет вы смотрите канал gamebrick и сегодня у нас обзор достаточно редкого набором набор мало того что 2011 года так еще как вы видите здесь limited edition ограниченное издание в наборе 738 деталек и 8 мини фигурок коробка такая большая в принципе большая тяжеленькая коробка на лицевой стороне нарисована база набор называется база на охоте наборе фигурки хан соло лея люк чубакка медицинский дроид r3 по и два штурмовика чем здесь написано что здесь ли органа новые из люк skywalker новый и r3 по ну к слову сказать еще шлем вот этот капюшончик у хана тоже присутствует только в данном наборе на лесовой стороне показано сражение повстанцев с штурмовиками снежными и на обратной стороне коробки показаны все функции набора также три набора насколько помню того же года еще рекламка компьютерной игрушки там там показан разные функции показано что данная база может складываться это круто на торце также у нас фигурки и downtown у меня кстати нет еще ни одного в коллекции поэтому очень рад что он наконец-то появится коробка открывается хитрым образом здесь мало того что наклеечки заклеена скотчем таким человек открывается как старые наборы на себя крышка сейчас увидите минус или плюс не знаю поскольку крышка после этого она так достаточно сильно рвется и поэтому сложно ее не сложить нормально эту коробку не хранить неудобно здесь она рвется по краям жалко было открывать набор у меня уже давно но поскольку лего такое с возрастом только дорожает было жалко его открывать но сейчас у нас будет небольшая или большая диорамка по ходу и пришло время его наконец открыть открываем набор в наборе пакеты с деталями инструкция наклеечки несколько пакетов отдельно упакован town 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 и все пять пакетов с деталями и отдельно не пронумерованные с большими элементами сборку набора будет за кадром потому что набор большой достаточно долго это время займет ну а мы к вам вернемся после сборки и посмотрим уже внимательно все функции набора вот и собрал данный набор собирали моего с дочкой собирается все замечательно хорошо каждый пакет отдельный кусочек данного набора в собранном виде мне он понравился гораздо больше чем на коробке на коробке я думал ну как бы так себе для коллекции взял свое время ну а вот сейчас собрал красивый красивый и начнем наш обзор с мини фигурок мини фигурка штурмовика с ноутруппер старый его вариант если сравнить с новым но мы еще сравним посмотрим старый вариант шлем с заплечным ранцем одна деталь лицо ну как такового лица нету черная деталь головы но есть прорезь в маске поэтому когда одеваем маску видно что там что-то такое черное тело напечатаны только с одной стороны со стороны груди и выглядит вполне себе замечательно в наборе две таких фигурок одна вот вторая у меня просто сидит на спидере не хочу пока его снимать две одинаковых фигурки если сравним его с штурмовиком новым тут они два рядом не знаю какой вам нравится больше ну по-моему вот вариант когда отдельная деталь свежий он поинтереснее выглядит во первых нет вот лицо есть нужно снять но это конечно прорези в глазах тоже какая-то такая своя изюминка принты на теле похожи но но вы видно что качество лего с тех пор чуток так поднялось в печати поэтому на новом она более как-то четко что ли напечатано вот не знаю напишите мне какая вам фигурка нравится больше следующем пусть будет медицинский дроид фигурка уникальная присутствует в таком виде только в этом наборе еще есть темного цвета присутствовал по моему в корабле с палпатином но он там был темно-серый по моему тоже у меня есть вот такая вот единственная фигурка здесь и она теперь она есть моей коллекции следующая фигурка это ну это конечно не c3 по это r3 по но тоже протокольный дроид красного цвета голова такая же как у c3 по только красненькая выглядит вполне себе прилично но у меня такого нету и такой он только один раз встречался только в этом наборе больше его вообще нигде нету так что мини фигурка тоже уникальна для этого набора для коллекции она тоже займет свое место где все дроиды следующая фигурка это лея лея органа она также в таком виде вот это тело тоже есть только в этом наборе опять же он уникальный этим хотя голова встречалась и в других вариантах леи и принцессы из принца персии двухсторонний принт на теле очень здорово выглядит красивая фигурка также у нее два выражения лица первое вы видели а второе вот такое суровое вооружена мороженым вот такая замечательная деталь мороженого есть в этом наборе следующая фигурка чубаки она очень часто встречается ничего такого удивительного нету поэтому возможно если вы достанете набор это у вас будет далеко не первый чуи но от этого не становится каким-то плохим классная фигурка хорошо что она здесь есть хан соло присутствует в таком виде только в этом наборе потому что больше нигде не встречается такой капюшончик капюшон темно-синего цвета встречается только в этом наборе классный хан если его сравнить с ханом соло из свежего наборчика вот недавно был обзор у нас на канале то капюшон там точно такой же теперь у меня два варианта таких она соло есть еще один хан соло такой вот тоже с хота это полибешка обзор обзор наверное сделаю ближайшее время он отличается как я говорил от нового хана тем что него принт на теле немножко другой и последняя мини фигурка она у меня уже здесь спрятана это тоже уникальная фигурка и тоже встречается только в этом наборе вообще набор но практически эксклюзив много всего уникального limited edition не зря на него написали это люк люк который находится в реабилитационной камере лечится от своего обморожения такой люк с двух сторон принты на теле буквально голый или в трусах два выражения лица если это можно назвать одно с синяком и смазкой ну а второе видите он уже поправился у него все хорошо он выздоровел вот такой вот люк напомню что всего получается в наборе 9 нет напомню что всего получается наборе 8 мини фигурок 2 атакующих и остальные со стороны повстанцев кроме того в наборе из фигурок есть вот такой вот классное животное тан-тан это у меня первое животное никто их нам не дарил и набора с ним у меня еще не было хотя такой же наверно тан-тан встретиться мне в эксклюзиве такое классное животное можно посадить хана кстати я забыл что у хана соло есть еще в наборе прическа можно снять капюшончик и одеть прическу и посадить его в седло такая классная фигурка действительно здоровская не так часто компания лего балуют нас животными хвост даже немножко резиновый может вилять единственное что это все выполнено одной частью него только двигаются передние ножки задние впаяны и голова тоже то есть это все одна большая деталь это вот конечно небольшой минус жалко что задние ноги двигаются как у динозавриков в принципе при большом желании компания лего могла бы сделать и двигающиеся задние ноги теперь переходим к постройкам постройка спидера сделана из детали мотоцикла старой вполне себе обычной конструкции часто она встречается в компании лего в таком виде но снежного у меня тоже не было у меня вообще по ходу это практически третий набор и все вот я буквально собрал последний месяц вполне себе обычная конструкция коричневых у меня таких много белый вот первый пока сзади рюкзачок ручки лыжи ничего такого необычно но выглядит весьма прилично и здорово такая забавная моделька и еще одна постройка стороны атакующих это данная пушка можно поставить фигурку штурмовика снежного за эту пушку и пускай пытается нападать на нашу базу теперь давайте посмотрим саму базу это конечно основная модель и весьма и весьма и интересная база после сборки получается довольно большая плюс ее можно разложить сейчас вам покажу уберу мини фигурки чтобы не мешались у нее есть возможность раскладывания но давайте сначала посмотрим его вокруг с этой стороны мы видим турельку пушка ворота для тантана с него посадим обратно пускай он там сидит здесь есть выход с базы пушка 2 стреляющих таких не знаю даже как флик ракетки и два пулемета они просто крутятся руками при желании можно ими куда-нибудь запульнуть местки решеточки здесь ворота это антана открывая хоп и он ну в общем побежал такие ворота дальше поворачиваем здесь два прохода но по большому счету это когда в разложенном состоянии это один такой коридорчик снаружи больше ничего нет особенно единственного есть небольшой здесь секретик если мы откроем то получается снаружи базы с внешней стороны мы имеем доступа к арсеналу к отсеку с оружием во время сражения можно он тут забрать себе оружие и и вот с этой стороны получается ничего нет это получается как внутренняя часть базы теперь я уже сказал базу можно открыть открываем ее здесь небольшая защелка и открываем базу вы можете как вот в таком состоянии в половинном хранить играть либо можно полностью открыть получается вот такая одна большая вещь когда мы будем делать диораму походу вот я еще не знаю как мы либо бачком и поставим вот так вот как-то либо полностью откроем следующей функции внутри внутри действительно много всего интересного получается когда я рассказывал о тантане я забыл показать еще одну вещь забыл сказать что с него можно снять седло и поставить сюда кубик сталиком что он просто в таком виде и в наборе есть для него как раз место для его вот этой уздечки с возжиме и для седла можно их вот просто вот сюда вот так вот поставить это как раз место куда можно брать седло когда тан-тан отдыхает также здесь есть какая-то штука не совсем понял что это то ли заправлять что-то может быть какой-то действительно заправка может шины подкачивать на самом деле не совсем понятная вещь ну вот она есть для нее тут прям вот местечко сбоку нашлось с этой частью все тоже горел ракетки в разложен состоянии ими удобно стрелять ничего не мешается осветительные приборы еще одна небольшая функция здесь есть сосульки к уйти вот эти вещи они болтаются и если мы вытащим данный рычаг то они падают такая имитация падающих сосудок не совсем понятен функционал но он есть и он в принципе забавный можно как-то в игре использовать кроме этого здесь есть два ящика ящика мы вернемся позже они тут тоже используются в одной из функций теперь переходим на более интересную часть постройки в правую часть есть камера в которой находится люк камеры где его пытались лечить и видимо достаточно успешно кладем люка нашего нашу фигурку туда не так легко это засунуть и все кладем в камеру он там лечится рядом есть столик на котором он в принципе мог лежать пока его обследуют из такой вот небольшой медицинский отсек как я уже говорил снаружи можно открыть вот этой стоечки с оружием две штуки и еще весьма интересная вещь считайте четверть базы занимает это такая классная штука как я вычитал называется комскановая интеграционная консоль орг 19 о rc 19 два компьютера и панель на компьютерах кстати если посмотреть ай кто ж таки мы сейчас тоже вернемся еще если посмотреть то тут видно как на ход уже двигаются шага хода то есть большой радар и вот как раз от него верхняя часть сами радары плюс есть данные даже не знаю как ее назвать часть набора по леснике залезть наверх зачем-то это достаточно сомнительная вещь и можно как я уже сказал в ящике сюда прикрепить и они могут перемещаться с места на место никакого подъемного пускного механизма нету штуков такая интересная можно его напустить она будет в таком виде можно ее поднять можно ее поставить как она была у меня здесь будет частью набора можно ее просто снять и использовать где-то но где-то в другом месте уже как самостоятельно можно еще таких сделать но как минимум это прикольно из-за того что есть вот четыре трубочки и благодаря этому аксессуару есть дополнительно интересные детальки так с этим мы тоже по вам разобрались и посмотрим как выглядит все снаружи как я уже сказал в наружу в разложенном состоянии получать такой тоннельчик весьма и забавненький и если мы ее полностью разложим посмотрим снаружи то получается вот такая ну реально большая штука на мой взгляд выглядит интересно но вот за исключением вот этой части она какая-то такая невнятная я собираюсь с данным набором делать диорамку диорамку делать походу сейчас есть вот этот вот набор получается вот этот вот есть наборчик обзор у нас уже есть на канале открывается я уж не помню так вот открывается на то есть вот такой вот можно уже интересно что такое сделать из разных фигурок вот пушка вот и вот этот есть набор который сейчас очень в камеру не влезет в ходу большой шага ход и вот если все это так поставить то примерно будет то что я хочу пока еще правда эксклюзива нету не собрал его еще будет у нас обзор по эксклюзиву обязательно то есть вот с этой стороны получается база у нас возможно ангар там что-то будет стоять и и спереди надвигаются а т.а.т. в принципе уже даже есть некоторое количество штурмовичков небольшая армия сколько уже шестеро плюс а т.а.т. плюс еще в эксклюзиве их там сколько-то будет пушечка в эксклюзиве еще одна пушечка то есть возможно это будет как-то все забавно так смотреться конечно он выглядит огромным по сравнению с этим набором шага ход круто мне кажется это будет все вообще здорово на этом я с вами буду прощаться подписывайся на канал ставьте лайки обязательно расскажите все что думаете об этом наборе я рад что он у меня есть даже несмотря на эту забавную штуку с красным дроидом до скорой встречи всем пока